Дорогие друзья, 2016 год подходит к концу и мы решили подвести его итоги в отдельном видео в свободном формате. Плохих игр было много, но и хороших было более чем достаточно, это нельзя не оценить. Хотим поделиться своими впечатлениями о них, как это модно делать в декабре. Еще мы пригласили несколько гостей, с которыми вы можете быть знакомы по овертайму и другим местам и спросили о лучших играх года у них. Надеемся, вам понравится. Поехали! Игра года мультиплеер. Battlefield 1, все и так ясно, да? Моя любимая военная серия неожиданно нырнула в незаслуженно обделенный вниманием в сеттинг Первой мировой. Чудолюди из DICE дотошно изучили историю конфликта и традиционно превратили его в шумный балаган с конями. Ну, буквально с конями. Невероятной красоты картинка, безумные совершенно виды техники и оружия, привычный великолепный дизайн карт. Здесь можно управлять огромным дирижаблем, посыпать его горящими обломками голову врагов. Здесь можно ураганом носиться по лесным зарослям на бронепоезде с кучей пушек и пулеметов. Поезд от игроки, кстати, очень редко окрестили рейп-трейн. Здесь можно героически таранить одним кукурузником другой. Здесь можно гордо скакать по барханам на лошади и рубить пятки снайпером. Здесь можно лежать, дрожать страха в окопе и закидывать монструозный танк с связками гранат. Здесь можно одеть противогаз и разбрасывать, в принципе, шашки с ядовитым газом. Ну, то есть все то, чего в Первой мировой войне никогда не было. Но это так здорово и круто, что, ну, почему бы и нет. Из бонусов человеческий сервер-браузер и самый маленький пистолет в истории, из минусов адский кривой интерфейс. Лучшая игровая музыка. Civilization 6. Шестая цивилизация была мной куплена ради ощущения новизны, как и, в общем-то, все предыдущие цивилизации, кроме Первой. Ради того, что ты сидишь, сначала втыкаешь и просто еще не понимаешь, как в шестеренке в этой игре друг за другом зацепляется, и ты еще не нашел идеальный путь к победе с набором комбы на чудесах и обгоном всех противников по технологиям и убеганием на Альфа Центавра. Ну, еще шестая цивилизация, конечно, немножко покрасивее пятой, но при этом игра вязкая, на нормальной скорости она кажется затянутой. Искусственный интеллект тупой. Он кидается на радиоприемник с вилами, с пращами на арбалеты, и это шестой уровень сложности из восьми. Но играть все равно в шестую цивилизацию все-таки можно, наверное, потому что она такая красивенькая, и чем-то ее одарить хочется. И это довольно-таки сложно, потому что хотя в целом музыка хорошая, но от калинки малинки по кругу из ушей пойдет борщ у кого угодно. Зато заглавная тема все-таки фантастическая. Ролевая игра года. Dark Souls 3. Dark Souls 3 только приоткрыла для меня свой мрачный мир. Часы уворачиваний и перекатов у меня еще впереди. И, к счастью, не на глазах у публики, потому что мне стыдно. Но даже за несколько часов на глазах у публики Dark Souls 3 мне смогла подарить моменты с большой буквы. И ощущения с большой буквы. Например, ощущение первой победы над сколько-нибудь серьезным противником. А также осознание, что хотя паранойи не существует, но хотя бы в играх быть паранойиком кое-какой смысл есть. Во всяком случае, надо быть начеку. Первый раз в жизни в играх я не вляпался в расставленную ловушку и потом выжил среди сорвавшейся пачки мобов. Ну и да, Коля Эл прав, мертвяки безысходность это замечательно. Молодецкая Урисмяки, то есть Миядзаки. Ролевая игра года. Dark Souls 3. Честно говоря, еще пару месяцев назад я не собирался тут говорить о Dark Souls 3, но потом понял, что больше говорить не о чем. DLC к Ведьмаку Blood and Wine это DLC, во-первых. Я его еще не прошел, даже не начал, но очень хочется. А Тайронни это все-таки не та игра, о которой говорят в итогах года, хоть она и хороша по-своему. Не то, чтобы третья Dark Souls мне не нравилась, но четвертую от FromSoftware я уже не жду. Пусть делают Sci-Fi, пусть делают Bloodborne 2, еще что-нибудь. Промехов, пускай серию свою вспомнят. А Dark Souls 3 это все та же игра 2011 года, это ремейк-ремастер, но ремастер, который смог. Так и запишите. Шутер года. Doom. Не знаю, как описать словами эту мясорубку под индустриальный джент. Надеюсь, так можно обозвать музыку Мика Гордона. В общем, Doom, несмотря на слабый мультиплеер и странный режим Snap Map, он возвращает дух старой школы, дает в руки желанную двустволку, желанную big fucking gun, закидывает на уровне лабиринт с толпами импов и говорит развлекайся. Ну, а если вы любите игры, в которых нужно во что-то стрелять, то развлечься тут получится еще как. Мне даже показалось, что в последних вольфенштайнах фашистов было резать не так весело, как весело распиливать тут ревенантов всяких. Чиззи, но не слишком подача, Glory Kills, которая прямо ощущаешь без всяких VR и виброотдачи, и угрюмый Doom Slayer, которому вообще-то насрать на сюжеты и действующих персонажей. Он в игре только за тем, чтобы демонов в аду по итогам стало гораздо меньше. Игра года. Сингу. Doom. Не было, наверное, на планете человека, который относился бы к возвращению Doom более скептически, чем я. А вот поди, что, да? Шутера бодрее и веселее не выходило очень давно. Да и вообще игры бодрее и веселее давно такой, как Doom не выходило. Причем лучше всего зашло все то, что оказалось такой дичью в рекламных роликах все эти прыжки, добивания, какая-то вот эта общая аркадность. Когда стало понятно, что Великое Возвращение все-таки состоялось, а первый уровень давал повод этому сумниться, я решил проходить игру не торопясь и думчиво исследуя уровни, пытаясь выполнить все безумные задания. Ни секунды из потраченных на все это 30 часов не жалко. Музыка там какая. Ну и плюс забавный сетевой режим, очень похожий на классический Quake. Таких онлайн-шутеров сейчас уже не делают, ну если не считать собственно Quake. Инди-игра года. Firewatch. Был соблазн назвать Firewatch просто игрой года, но это бы означало так называемый эйджиизм, подчиненность собственному возрасту в данном случае. Конечно, традиционный эйджиизм это судить людей по их возрасту, но не суть. Потому что Firewatch, она для людей за 30, а то и за 40. И это лучшее отображение кризиса среднего возраста в играх, а может быть во всех медиа. Вы спросите, а зачем играть в Firewatch тем, кому, например, там 20? А им может понравиться вторая центральная тема для этой игры. Это то, что паранойи не существует, как говорил Хантер Томпсон. Firewatch, она как раз про это. И она не просто наглядно показывает, она подводит к осознанию того, что паранойи не существует. И, ну, можно сказать, что вас ждет в конце чистый дзен или что-то в этом духе. Ну и это замечательно. За дорогого нашего коллегу Александра Барышникова прочитаю я Коле Те, потому что Александр передает вам всем привет немного, болеет горлом. И ему тяжело начитывать свои тексты. Так вышло, что я играю с каждым годом все меньше, говорит Александр. Надежда на сына. Скоро подрастет, будет с кем в последний Mortal Kombat слеснуться. Неожиданность года. Новый диск автора Хелл Марчей Фрэнка Клепаки. Новый диск Фрэнка Клепаки называется Digital Fronties. Вместо привычного фанка Индастриала там электроника, танцевальный, техно и дабстеп. Дядька последний раз в эту сторону смотрел, наверное, году в 96-м, когда сотворил Радио 2 для Red Alert. У него хорошо получилось, что тогда, что сейчас. Инди-акшн года Фьюри. Представьте себе Metal Gear Rising Revengeance, которую избавили от бредника от зимы и лишнего трэша между боссами. Вместо них Фьюри. Энергичный синтвейв саундтрек, безумно стильный дизайн и камера под потолком. Представили? Ну и больше рассказывать не о чем, срочно покупайте и играйте, если еще нет. Да, она сложная и короткая, но такие эксперименты нужно поощрять в обязательном порядке. Надеюсь, что французская студия The Game Bakers, которая сотворила это чудо, заработала на сикл или что-то в этом роде. Я хочу еще пару десятков таких боссов и таких музыкальных треков на айфоне. More! Игра года синглплеер. Hitman. Совершенно неожиданный для меня победитель. Я практически не играл в предыдущей части Hitman, и эта серия просто обошла меня стороной. Так что впервые попав в Париж, первый уровень Hitman 2016, я не имел никакого багажа привычек и ожиданий. Масштабы уровней, возможности, которые они предлагают для достижения цели, миллиард разных челленджей, контрактов, хардкортной миссии, иллюзии в Таргет, все это я перевариваю до сих пор. Слышал, что после релиза Absolution, IO Interactive выпустили публичное письмо с извинениями и пообещали исправиться. Судя по всему, исправились. И второй сезон, который должен выйти в 2017, я жду со жгучим нетерпением. Отдельно и кратко скажу о эпизодической бизнес-модели и требовании постоянного подключения к серверам. Первое. Лучший пример использования такой бизнес-модели в индустрии. Второе. Катастрофическая глупость, за которую я вню только Square Enix. Лучшее инди-РТС года. Homeworld Deserts of Karak. Если кто пропустил, Deserts of Karak это такой приквел Homeworld. Хорошая РТС с песочком. Прямо как во второй дюне, которая мать всех Command & Conquer и, пожалуй, всех Варкрафтов. Песочек это пыль имени Филиппа Пуллмана, из которой выросли стратегии в реальном времени. Ну, с Харвестерами, во всяком случае. Искусственный интеллект в Deserts of Karak не тупой. Компания малыми средствами нагнетает ни много ни мало саспенс. Замечательный хамсин, замечательный выезд в пустыню. И авианосец на гусеницах это вещь из снов и из картинок из интернета, что хорошо и ценно. И еще там нужно дербанить на ресурс корпуса звездолетов, которые сочно лопаются. Платформер года Платформера я, по правде сказать, уважаю недостаточно. Но инсайт это что-то из ряда вон выходящее. Лимбо я одолеть не смог, а вот эта игра очаровалась с первых минут и не отпускала до самого конца. Естественно, очень помогло то, что она не затянута и не слишком-то сложна для платформера. Пройти инсайт можно за вечер, за несколько часов. Зато потом можно еще несколько дней осмысливать то, что произошло на экране. Без спойлеров. И вспоминать неземную анимацию персонажей. Они хоть и выглядят как игрушки, но двигаются прям как ожившие кошмары. Если следующую игру Play.Dead снова придется ждать 6 лет, ничего страшного. Стоит того. Разочарование года. Mafia 3. Рекламная кампания этой игры сильно напомнила мне рекламная кампания Wolfenstein The New Order. В основном из-за выразительной музыки и ярких образов героев. Я не ожидал от самой игры Откровений, но Hangar 14, что называется, Drop the Ball Hard. Вот я сейчас посмотрел на счетчик Steam, который сообщает, что игру я прошел примерно за 23 часа. Если вспоминать то, что там было хорошего, наберется часа на 3. Примерно 2 из них это вступление. Остальные 20 часов я ограндил филер контент в открытом мире, который кругами как декорации, мертвой декорацией, не назовешь. Все это, впрочем, стоило и того из-за сюжета и обволакивающей атмосферы юга США, но блин, эта игра могла бы стать шедевром, если бы у нее было еще года 2, за которые в нее бы добавили хотя бы интересных миссий. А так, Hangar 14 теперь, наверное, закроют к чертям. Добрый день, дорогие друзья. Я пришел сюда, чтобы поговорить о лучших видеоиграх 2016 года и намерен начать прямо сейчас. Вам может показаться по звуку моего голоса, что у меня не достает энтузиазма по поводу этих самых лучших видеоигр, но это не так. Дело всего лишь в том, что я целенаправленно оттягивал записи этого аудио до последних выходных перед дедлайном, что для меня довольно обычно. И именно в последние выходные он делился простыть, что у меня также довольно обычно. Достаточно, однако, оправданий и перейдем к награждению. Итак, первая номинация – лучшая игра для нажимания с друзьями. Победитель в этой номинации, безусловно, Overcooked. Игра, в которую следует играть вчетвером на двух геймпадах. Это важная деталь. Каждому игроку нужно по стику и по триггеру с бампером. Можно играть и в четверон на четырех геймпадах, но смысла в этом нет абсолютно. Пропадает половина веселья. Никакого онлайна здесь нет в принципе, и вам придется находиться в одной комнате с людьми, которых вы считаете друзьями. Здесь есть важное предупреждение. Overcooked обладает свойством, которым обычно обладают только лучшие Нинтендо игры. Развеивать эту иллюзию вы не остаетесь с друзьями с человеком, который только что запорол бургер, положив в него сырое мясо, скажем. Вещи просто не работают так. Объяснять, почему в Overcooked настолько весело играть с друзьями довольно сложно. Как объяснять, почему Quake 3 все еще лучший шутер? Мол, у вас есть оружие, и вы можете из него стрелять, и еще быстро прыгать, и в мире нет звука лучше, чем хитцам после высказа Рилгама. Поэтому пройдемся по внешним признакам, а дальше как-нибудь сами. В Overcooked вы с друзьями играете в поваров, и ваша задача вовремя готовить блюда, которые заказывают посетители вашего ресторанчика. Только ваш ресторанчик на колесах. И это не один автомобиль, а два. И они едут по дороге. И то и дело обгоняют друг друга. И, скажем, сырые продукты находятся в одном, а плиты и разделочные доски в другом. И мясо падает на пол. И оставленные слишком надолго на плите, сковороды устраивают вам пожар. И один из вас почему-то енотик на инвалидной коляске. И все вы вместе с друзьями давно пьяны. Мы переходим к важным деталям. И кто-то из вас валяется на полу от смеха, потому что крыса только что унесла помидора. Я сейчас описываю абсолютно реальный сценарий при игре в Overcooked, и если вы возьмете себя в руки и купите эту игру, то ваш Новый год может пройти именно так. Поблагодарите потом. Игра года мультиплеер. Overwatch. Совершенно магическая игра, которая прямо с анонсом меня охватила и крепко держит до сих пор. Осенью прошлого года, когда запустили бету, Overwatch отняла у меня Rocket League, за что я, конечно, никогда не прощу, но в то же время беззаветно люблю. Называйте меня фанбоем, и это будет абсолютно честно, но в Blizzard снова получилось украсть хорошие идеи у других и сделать из них великолепную игру. В Overwatch я могу зайти хоть на 5 минут, хоть на пару часов, и иду довольным в любом случае. Единственное разочарование, недоступный мне, как человеку с маленьким ребенком в семье, соревновательный режим, который просто отнимает слишком много времени, ну, это оправданно, но все равно обидно. Разочарование года Overwatch Мы посвятили этому моему неприятному открытию целый подкаст, так что вряд ли имеет смысл повторяться, но на всякий случай. Overwatch – это игра с отличным геймплеем и гнилым сердцем. Она дает слишком мало, требует слишком много. Как и любая дота, Overwatch бедна тактически и бедна дизайнерски. Она заставляет игроков использовать одни и те же паттерны, иначе не победить, лишает их свободы выбора персонажа, иначе не победить, и в какой-то момент довольно быстро превращает игровой процесс в нудную работу. Иначе, сами понимаете, что. Как и любая дота, Overwatch – эмоциональный вампир. То есть, чем дольше вы в нее играете, тем сложнее вам получить от нее удовольствие. Но вы все равно продолжаете в нее играть, потому что к дуракуне захочется играть в Overwatch снова и снова. Короче говоря, часы, которые я провел за Overwatch в этом году, я бы очень хотел вернуть назад. Инди года. All Boy. Эту игру делали сто, кажется, лет, и вот в этом году, наконец, доделали. Если коротко, All Boy – это лучшая игра Super Nintendo, которая никогда на этой консоли не выходила. Безукоризненная визуальная, стилистическая и духовная стилизация. То есть, вот прям играешь, и слезы наворачиваются. Ну как же так вот? Именно так все и было. Безумный герой, антропоморфный сов, еще более безумный мир, облачное королевство с пещерами и подземельями, очень уютная история персонажей. Играть в All Boy – одно удовольствие. По ощущениям, очень похоже, как это ни странно, на вторую трилогию Commander Keen. Тут и настоящее детское волшебство, и безграничный простор для изучательства, и трогательно нежные отношения к игроку, и не детский уже челлендж. Очень крутой платформер, не смейте пропускать ни в коем случае. Эмоции года. VR. В ноябре у меня появился шлем виртуальной реальности, и мне будто снова исполнилось 11 лет, когда я впервые увидел какой-то китайский клон Nintendo Entertainment System. Такого детского счастья я не испытывал очень давно. Но это действительно новый уровень цифровых медиа. И дело не только в играх, недаром многие проекты для VR обозначаются словечком experience. От игр в них совсем немного. Зачастую отсутствует сюжет и челлендж, и вообще будто все развитие индустрии прошло мимо вот этих всех безделушек. Ну божечки, как же это круто. Ты надеваешь эту нелепую конструкцию, и все, ты в другом мире, мгновенно, весь, без остатка. Мозг обманывается с такой легкостью, что это даже пугает. Далеко не самая реалистичная графика, известные проблемы с управлением и отслеживанием движений, ничего из этого не мешает голове переселиться. В саночника, который несется навстречу трафику по оживленному шоссе, или в несчастного, которого мчат впасть в безумие американские горки, или в самого Бэтмена, или в проштрафившегося футболиста, сосланного в дикий тренировочный лагерь. Вот это самое ощущение мгновенного перемещения в другие миры, главная, по крайней мере, для меня эмоция последних лет. И чем причудливее мир, тем ярче восторг. Ну вот только вдумайтесь, походить по Марсу, схватить дичайший галлюциногенный трип, оказаться в шкуре Годзиллы. И все это ощущается, как действительно окружающая тебя реальность. Да, этот год не стал годом VR, как многие предсказывают, но и черт с ними, с этими ярлыками. Я получил, что хотел, и безмерно счастлив. Скорость года. Redout. Меня не слишком привлекают гоночные игры, но когда они предлагают бешеную скорость и сжигающие глаза краски, считайте меня заинтересованным. Redout в этом плане не подвела ни капли, даже что серию Wipeout я из-за PlayStation-эксклюзивности в свое время пропустил. Нестись вперед на парящем болиде и стараться идеально войти в каждый поворот, развлечение специфическое, но Redout смогла заставить меня это сделать. Единственная претензия к ней, пальцы на кругах и стика геймпада начинают болеть минут через 10 после старта, так что дозировку пришлось сильно ограничить. Индии игра года. Самороз 3. Самороз 3 это история про то, как космический гном нашел дудку. Это любимая игра моего сына. Он любит сидеть у меня на коленях и смотреть, как я играю. Можно сказать, гном его первый любимый игровой персонаж. К остальным он невероятно равнодушен. Удивление года. Shadow Tactics Blades of the Shagon. Об этой игре кратко, потому что пока что я успел посмотреть только на две с половиной миссии. В общем, это командос, только втрое лучше и 2016 года. Жанр, казалось бы, сдох много лет назад, правда? Но Shadow Tactics получается не только напомнить о нем, но и дать идеям классики логичное развитие. Кажется, это будет моя игра января. Вторая номинация. Лучшая игра, в которой нужно что-то делать с головой. Shenzhen.io. Я надеюсь, что это так произносится. Очередная игра Зака Барта. Человек, наиболее известного, наверное, по спецчем. Почти все игры Зака довольно беспощадные к игроку головоломки без какого-то одного способа решения. Такие сэндбоксы с заданными условиями прохождения уровня. Ваши решения могут быть самой разной эффективностью. Она обычно выражается в количестве использованных элементов и времени, за которое построенная вами машина решит задачу. В обоих категориях понятно, чем меньше, тем лучше. Самое главное, в его играх есть лидерборды, где можно и нужно нагибать друзей по тем самым показателям эффективности решения. Собственно, Shenzhen.io предлагает вам поработать на китайском заводе по производству всякого электронного хлама, собирая, скажем, мигающие светодиодами муляжи автомобильных сигнализаций или, например, мясные 3D-принтеры, собирающие разный полуфабрикат из белка, жира и страшного подобного чего еще. Делается это следующим образом. Вам дается лоток с разными микросхемами и логическими элементами, которые вы можете компоновать как хотите, и для каждой микросхемы вам понадобится написать код на ассемблере. У вас может сложиться в данный момент впечатление, будто это такая специальная игра для задротов-программистов, которые пишут на ассемблере вещи по работе, а потом приходят домой и пишут на ассемблере в игре, как на известной картинке про Eurotruck Simulator. Я не буду врать, у меня был такой период в этом году, но это все не совсем правда. Программирование в этой игре условность, метафора для системы решения задач. Вместо него с тем же успехом могла бы быть и химия, как в Space Chm, который, как я слушал, на самом деле не имеет никакого отношения к химии, но зато я в нем вижу много параллелей как раз с многопоточным программированием. Ну или какая угодно другая аналогия. Так что программирование в игре условно, и действие вообще происходит в несколько отличающейся от нашей, более простой вселенной. Вся электроника на самом деле очень-очень простая. Микроконтроллеры могут хранить программу на единицы строк, иметь пару регистров, десяток инструкций и не похожую ни на что из настоящей жизни оператору условного перехода. Одна из главных прелестей игры, на мой взгляд. Вы можете абсолютно ничего не понимать в программировании и разобраться в игре где-то минут за 15. Это красивый и сложный главного сэндбокса. Микросхемы какие-то там для антуража. Все. Настоящее веселье, если ваше представление о веселье хоть чуть-чуть совпадает с моим, начинается, когда вы набросали грубо одно более-менее работающее решение и начинаете его улучшать и оптимизировать каким-то образом. Это десятки моментов типа «О, можно оказываться вот как и так, а вот это вообще законно». И искренне, абсолютное удовольствие это запретение собственных хаков, выявление закономерности в условиях победы, позволяющих свести их к более простым. И таким образом получите более простые решения. Это почти бесконечный простор для отдыха души и в состоянии, когда вы не в состоянии уже в сотый раз совершить охуительные истории из-за тайтлов и вам нужна видеоигра, в которой надо немного подумать головой и поэкспериментировать. Я в 2016 году провел в этой игре где-то 60 с лишним часов и не жалею абсолютно ни о чем. И на самом деле еще думаю, что вернусь к ней в новогодние выходные. Лучшая мобильная игра года Sky Force Reloaded Sky Force Reloaded лучшая леталка-стрелялка со времен Jets and Guns. Достойных альтернатив ей попросту нет и сказать здесь больше нечего. Игра года Stellaris Может быть Stellaris не гениальная космическая стратегия, но годами, десятилетиями я примерно так себе представлял хорошую космическую 4Х игру без сверхусловных механик, черпающую идеи сюжета из обширного, поросшего ряской и пруда научной фантастики. Да, шведы начерпали из большой лужи космических 4Х игр, но идея это же не собственность. Шведы очень старательно отработали. И старательно допиливают. Уверен, что после 15-20 крупных патчей с дополнениями Stellaris станет если не гениальной, то отличной космической стратегией. Да, награда частично авансом, но грядущий патч называется Бэнкс и содержание, как говорит дизайнер, Йохан соответствует названию. Я это очень ценю. И, конечно, федерации со смешением технологий, армии, в которых вместе сражаются люди, андроида и кайдзю, отсылочки к Gears of War и XCOM и много еще чему, это здорово. Это радовало и, в принципе, продолжает радовать. Единственное, чего не хватает в Stellaris, это слайдер, который бы позволил поставить частоту случайных событий на максимум. Хоррор года. Тарсис. Тарсис это еще более нервная FTL, и еще она страшная, и это достигается без драк и без выкачивания воздуха в реальном времени, просто бросанием костей. Просто спокойным осознанием, что дальше будет хуже, и не союзники, и не биты с флагманом повстанцев ждут тебя в последнем секторе, а на Марсе тебя ждет разгадка какой-то очень неприятной, стрёмной тайны. Тарсис держит до конца тем, что кидание костей дает такое ощущение, что от тебя что-то зависит. Обычно в играх бывает так, я знаю свой скилл, и вот эту битву я солью фиг с ней. В Тарсис есть иллюзия, что у вас есть какой-то там последний шанс. Кроме стука костей, звуки, которые все-таки, невзирая на законы физики, распространяются в вакууме, это пахтение внутри гермошлема, хрипы и чавканье. Самые сильные впечатления года Кровь и вино. После этого аддона к Ведьмаку я месяца два не мог смотреть на другие ролевые игры. Слишком высоко задрана планка. Мой друг и ваш тоже, Илья Черных, отлично заметил. Поляки мастера крафтовых историй. Торментум Даг Сороу Торментум Даг Сороу это игра про второй шанс на искупление, выполненное под гигера. Боль, страдания, диковинные механизмы. Особенно хороша она, конечно, тем, что и второй шанс можно запросто провалить. Даже особенно стараться не нужно. Раз, и ты в гиене. Стратегия в реальном времени года. Понятное дело, Total War Warhammer. Неродная наследница Shadow of the Horn Red это вершина серии Total War, потому что если Сюгун второй, она была, конечно, классная во всех отношениях, она была великолепно нарисована, но там были одни самураи, хоть некоторые из них были киришитанами, но все равно это были самураи, и даже когда они с ружьями, они были самураи. Здесь дикое разнообразие, в этом смысле Total War Warhammer, она продолжает традиции первого Rome Total War, где, если вы помните, там были галлы-эльфы с Forest of War Band и Египет, который полностью был из трэш-фильмов про мумию. Это было круто. Здесь все это доведено до максимума, Up to Eleven, Кентавра Демона Хаоса, гигантские всякие летающие твари, демигрифы и, конечно, магия, это потрясающе, и два вида порчи, хаотическая и некротическая. Самый дикий восторг в Архаммере вызывают собаченьки, то есть жжение гоблинов огненными доги, магия металла. Восторгу не мешает даже немного мутная стратегическая карта, которая бесила лично меня еще во Втором Риме. We put provinces into your provinces, man! Ну и ладно, это все равно всему этому тактическому великолепию и разнообразию это не мешает. Игра года. Total War Warhammer. Вархаммер это красиво, волшебно. Rome 2 и особенно Аттила добавили в стратегический режим ряд довольно нудных политических механик, а Вархаммер от них удачно освободился. При этом на днях моим эльфам силой лишь политических мускулов удалось принудить к вассалитету орков. Третья и последняя номинация лучшая видеоигра, в которой нужно что-то делать руками. И в этой номинации побеждает безусловно Тракмания Турбо. Если Шенчжиняй О требует от вас понимания, базового логического мышления и немного фантазии для наилучших результатов, то Тракмания Турбо запоминание трасс, тонкого понимания физики машинок, реакции и координации движений. И почти не прощает ошелок. Почти потому, что если вы проходите трассу очень хорошо и в целом значительно быстрей, чем находя на золотую медаль, то вы можете разок въебаться и все равно прийти на финише с золотом. На случай, если вам кажется, что пройти с хорошим временем две сотни трассы с мертвыми петлями и километровыми прыжками не такая уж сложная задача, внутренне игровая статистика подскажет вам, сколько всего людей играет в игру и сколько из них прошли тот трек, который только что прошли вы. То есть, грубо говоря, собрали золото на всех предыдущих. На момент, когда я справился с последним треком, на что у меня ушло где-то чуть больше полугода заездов по вечерам пару раз в неделю, игра мне радостно сказала, что этот трек прошло где-то 500 человек из миллиона двухсот тысяч. Трекмания, любая трекмания на самом деле, тут бы просто последняя часть, это игра, которая не стесняется требовать от игрока гораздо большего, чем большинство современных игр на рынке. Я ни в коем случае не говорю, что только в такие игры следует играть, но если вам нравятся сложные игры, вы, скажем, прошли все Dark Souls и активно выстребляете чертей на верхнем уровне сложности нового Doom, то попробуйте посмотреть на трекмания. Прохождение этой игры, возможно, откроет для вас такие уровни челленджа, о существовании которых вы и не подозревали. На этом все, я намеренно свел свой топ к небольшим или вовсе малоизвестным играм, потому что уверен, что вы и так догадываетесь, что Doom или Doom 2 хорошие игры, или, может быть, имеете по этому поводу свое отличающее семью. Счастливого вам нового года, он будет лучше с друзьями и игрой Overcooked. Недоумение года. Вам наверняка знаком сериал Westworld. Вы размышляли уже про право андроида на личную жизнь и прочие глупости? В Fallout 4 эти же вопросы поднимались год назад. И хоть бы кто заметил или вспомнил. Не отмоется теперь старина Fallout от амплуа постапокалиптического пердуна Minecraft. Стратегия года. XCOM 2. Эту игру можно не любить только за то, что она сделана на костях Unreal Engine 3.5 и работает из-за этого просто отвратительно. Остальное, напряженная сюжетная кампания, улучшение добавления в тактической части, бесконечное количество пользовательских модификаций Steam Workshop, партизанская тематика, вызывает только улыбку и желание надрать Эллином заднице еще в одной вылазке. Мало моментов в современных играх я могу сравнить с успешными засадами в XCOM 2. Когда один успешный выстрел начинает цепную реакцию, в конце которой ваш отряд довольно копается в останках очередного сектопода. Ну, или один неудачный выстрел приводит к уничтожению всего человечества. Такое тоже постоянно бывает. Нужно отметить, что раннер-ап в этой категории у меня Civilization 6. Она тоже восхитительная, просто послушайте Колю Т. Но я просто провел в XCOM гораздо больше времени, так что как-то так. Тактическая игра года. XCOM 2. XCOM 2. Тактическая игра года. Каких-то суперизысков там по части боя нет. Все достаточно просто. Там подсыпают скриптами врагов. Зато сражения заставляют постоянно быть на стрёме. И компания с менеджментом ограниченных ресурсов, где там вам нужно выбрать между усилением брони и плазменными винтовками, тоже она заставляет сидеть как на иголках. Это не сонная стратегическая игра, и в состоянии литургического сна вы ее не пройдете. Соответственно, огромное мое уважение тем, кто прошел игру на Iron Man. Еще XCOM 2 хорошо мотивирует себя играть. В первой серии там был просто общечеловеческий национализм. Здесь романтика сопротивления плюс сюжет, который сначала такой заурядно-ксенофобский, ввалим оккупантом, йо, а потом начинается темный город Пройса, ни больше, ни меньше. Ну и штурмовики с катанами. Очень уж они классные. Огромное спасибо, как минимум, за то, что дослушали это все до конца. И, конечно же, спасибо нашим патронам. Без вас это все было бы гораздо сложнее. Коля Т, Коля Эл и все причастные желают вам приятных выходных и Нового Года, который, понятное дело, будет лучше старого.